Бьют часы на старой башне Провожают день вчерашний И звонят колокола Один, два, три, четыре, пять Огонь! А сейчас, дорогие мои друзья-подписчики Мы пойдем на Петропавловскую крепость Это будет продолжение моего проекта Про башенные часы от безбашенного часовщика И сопровождать нас будет мой добрый друг Господин Андрей Кудрявцев Хранитель сих часов Строительство собора каменного началось в 1712 году По проекту Доминика Трезини Прямо вокруг деревянной церкви Которая была поставлена при основании Петербурга В 1703 году Ставятся каменные стены Уровень камня был сделан только до чердака собора До отметки 16 метров На которой мы с вами находимся Выше все было сделано деревянное В 1732 году собор был освящен Вот в таком вот виде То есть выше чердака все дерево В то время не было громотводов В шпиль постоянно попадали молнии Вот одно из таких попаданий Закончилось огромным пожаром Сгорела полностью вся колокольня Были утрачены часы куранты Которые Петр I привез из Голландии В 1721 году Вместе с набором колоколов Также и русские колокола Попадали вниз Разбились, расплавились Но сам собор при этом не пострадал Только падающими элементами Разрушило портик Через который мы входили в собор Точнее, который был раньше А вот в дальнейшем Когда восстанавливали колокольню Сделали новый портик Через который мы сейчас входили В упрощенном виде Спустя 20 лет После пожара колокольню восстанавливают Опять точно в таком же виде Но уровень камня Поднимают до отметки 50 метров До помещения часов Чтобы усилить основание колокольни Отделяют часть собора По первым двум колоннам Делают дополнительный фундамент И вот камень поднимает до 50 метров Выше опять все делают деревянное В то время конструкции были Либо камень, либо дерево Были предложены каменные проекты Но все они были очень тяжелые И наш грунт бы просто не выдержал Такой бы тяжести Поэтому сделали опять дерево Вскоре после установки деревянного шпиля Изобрели громотвод И проблемы с горением больше не было Но дерево, если оно не горит То оно гниет Довольно таки быстро Вот спустя почти 80 лет Потребовалась замена Этого деревянного подгнившего шпиля Который наклонился в сторону Соборной площади Грозился вот-вот упасть Тогда решено было поставить Цельную металлическую конструкцию По проекту инженера полковника Журавского По его проекту Выше помещение часов Укладывают еще 90 тонн камня кирпича Сверху ставят шпиль металлический Весом 86 тонн И шпиль притягивают к этому камню С помощью 16 тяжей Металлические стержни Получается конструкция Как детская игрушка, не валяшка Центр тяжести очень низкая И как сильно не дует ветер Он все равно встает вертикально То есть ниже помещения часов В связи шпиля с собором Сейчас нет никакой Он стоит по собственным весам Как Александр Ильич Да, да, в помещении часов основания шпиля А это общая масса-то не повлияло на... А это все равно легче, чем дерево намокшее Охотное Ну и когда Журавский ставит металлический шпиль Он увеличивает его рост на 12 метров И на сегодня высота 122,7 метра То есть до кончика креста? Да, да, до самого верха креста от земли Получается деревянный шпиль был ростом 110 метров Также еще внутри шпиля Журавский устраивает винтовую лесенку В деревянном шпиле внутри было не подняться Только снаружи Журавский делает после верхнего фонарика Еще 25 метров лесенки А вот на высоте 100 метров Сделан люк размером 30 на 40 сантиметров Чуть из него можно выбраться на наружную поверхность 30 на 40 сантиметров? Да, да, толстый не пролезет Вот, и по наружным скобам Они вот видны на фотографии Там с левой стороны шпиля По наружным скобам можно дойти до самого ангела И раз в полгода у нас альпинисты поднимаются К флюгеру Проверяют его техническое состояние Делают фотофиксацию Измеряют усилия, необходимые для страгивания С места с помощью динамометра В общем, каждые полгода проводятся работы Как билить норма в гнома? Да Так нет, в этот люк пролезают все Кроме Кирилла Набутова Он хотел в свое время взять интервью У Боброва Михаила Михайловича Михаила Михайловича Да Вот он не пролез Застрял Значит, интересный случай был В 1830 году Тогда был флюгер Ринальди Изготовленный по рисункам Ринальди В результате бури погнуло крест Заклинило подшипники Подшипники у флюгера И он перестал вращаться Ветром оторвало крыло Но оно вниз не упало Висело наверху Как у побитой птицы Требывался срочный ремонт Но все предложенные проекты Были очень дорогостоящие Потому что шпиль был еще деревянный 1830 год То есть для ремонта Надо было строить наружные леса Работы оценивали порядка 12 тысяч рублей В то время В то время корова стоила примерно 4-5 рублей То есть это огромные деньги были И вызвался кровельщик Петр Телушкин Сделать эту работу только с помощью веревок Вот он предложил свой проект Пробравшись среди деревянных конструкций Внутри шпиля Он обнаружил два лечка С верхнего лечка он выбрасывает веревку По ней спускается И с хвостом веревки делает оборот вокруг шпиля Чтобы завязать веревочное кольцо Которое служило ему страховкой На это у него ушел целый день Руки ободраны были до мяса Хотя оказалось бы пройти просто один оборот вокруг шпиля По наружным граням На второй день По одной из граней он обнаружил крюки Но до крюков было не достать руками Поэтому сделав веревочную петлю Он забрасывал на крюк Вставал в эти стремена И укорачивая веревки Поднимался выше Перевязывал страховку Уменьшал ее в размере Шел дальше Еще один день Работой он поднялся до шара Под ангелом До яблока Сбросил вниз веревочную лесенку По ней спустился А вот на третий день Поднявшись опять наверх Сделал вот такую сложную обвязку Как вот наверху Нарисованная Чтобы на высоте больше 100 метров Откинулся назад И вверх на 5 метров Еще забросит лассо На земле-то не получится это сделать На высоте больше 100 метров Я не представляю Как это возможно было Ну и в дальнейшем По веревочной лесенке Он почти каждый день Поднимался наверх Производил ремонтные работы Работу он проводил С середины октября До конца ноября У нас традиционное время Для ремонта крови или дорог В России Ничего не меняется Вот За этот подвиг За эту совершенную работу Где мы вручили медаль На Анинской ленте Это одна из высших наград Того времени И дали 1200 рублей серебром Огромные деньги Казалось бы Да Но 950 рублей Личных сбережений Он истратил на то Чтобы осуществить все работы Соответственно То есть Вознаграждение получилось Всего 250 рублей И смотрите Он получается Чит отбил затраты Да Получается Получается Что он не был бедным человеком Раз у него были Такие денжищи Денжищи Мало того Он даже был согласен Выполнить эту работу Полностью бесплатно В дальнейшем А вот в дальнейшем Когда Николаю Первому Рассказали про этот подвиг Он поручил дать Целушкину еще 5000 рублей После 1200 Вот это действительно Огромные деньги На половину суммы Петр Артемский Открывает фирму По ремонту крови Посыпать заказы Потому что Имя гремело На весь Петербург Конечно Когда он поднимался На шпиль По Кромерской набережной Набережной Собиралась вся Петроградская сторона Чтобы смотреть На этого человека Паука А на вторую Значит Половину суммы Он собирается Выкупить возлюбленную Договаривается С помещиком Едет уже с деньгами Едет к помещику А тот в это время Умирает По возрасту А новый категорически Отказывается продавать ее Она жила при этом Здесь в Петербурге И переговоры Ни к чему не приводят Она пошла с горя Бросилась в прорубь И утонула А Петр Телушкин запил И его нашли замерзшим На одной злине Васильевского острова Петр Телушкин по праву Считается основателем Промышленного альпинизма Его имя Увековечено И также сохранено Изображение Это вот иллюстрация К картине Парад на Марсовом поле Она находится В Русском музее На фоне парада Стоят 250 Самых известных Людей города Ни одного случайного Лица здесь нет Все лица Только исторически И на каждое лицо Делался отдельный эскиз Все они сохранились То есть у каждого Изображения есть Фамилия и имя Парад на Марсовом поле И среди Всех самых известных людей Стоит Кровельщик Петр Телушкин Здесь Увеличено изображение Ему здесь 25 лет Ну бороденку отпустил Пальтишко подлиннее надел Ну наверное Самая известная Группа будет Среди всех Изображенных Вот это Наше все Пушкин Крылов Могучая кучка Есть еще такая легенда Что Петру Телушкину Была подарена Серебряная пивная Кружка Из которой Он мог пить В любом государственном Питейном заведении Бесплатно Пожизненно Ну и 4 года Пока он жил Он конечно праздновал Свою победу И то ли он украл То ли у него украли Эту кружку То ли он ее просто Потерял по пьянке Он пришел в канцелярию Попросил поставить Печать на шею Клеймо выжечь Потом приходя в пивнушку Он показывал на это клеймо Чтобы мы наливали Возможно оттуда Это пошел Этот жест Возможно Хотя про этот жест Есть и упоминания Еще даже в Петровские времена Андрей Александровский Скажите пожалуйста Вот Эта фотография Эта печка Вот эти фотографии Расскажите нам Здесь вот несколько фотографий Они посвящены Великой Отечественной войне Вот Перед нами немецкая фотография С расстояниями До основных доминант города И ввелся прицельный огонь Остановок общественного транспорта И проходных заводов То есть когда было максимальное Скопление людей Немцы прицельно Отстреливали эти места Ориентируясь Ориентируясь По золотым поверхностям Которые бликовали На нашем сером небе Наша задача была Как можно лучше Укрыть Эти бликующие поверхности На шпиль Адмиралтейства Был надет Брезентовый чехол Там маленький шпиль Всего 30 метров А вот купол Исаакиевского собора И наш шпиль Были покрашены В защитный цвет Покраску производила Бригада Поначалу из 5 человек А потом из 4 В основном работали Два парня Две девчонки Молодые ребята Альпинисты Красили они Январь Февраль 42 года Самые большие морозы До 40 градусов Что за краска Должна была быть А какая была краска Только обыкновенная Масляная Вот Бобров Михаил Михайлович 5 лет назад Он от нас ушел Сейчас ему Исполнилось Недавно 100 лет Был в этой команде И он рассказывал Что приходилось По одному месту Перекрашивать По 5-7 раз Потому что Масляная краска На металлическую Позолоченную поверхность Ледяную Совершенно не прилипала На площади На соборной площади Стояли солдатики С лебедкой Которая у нас здесь Хранится Поднимали Ребятам наверх Краску А ребята наверху Уже вывешены Были на шпиле И ждали эту краску Успевали Несколько раз Помазать Краска опять Замерзала Пошла вниз Следующие ведра Наверх Это бесконечный процесс Не могу сказать Точно сколько он длился Но Около месяца Я думаю Андрей Защитная Это просто Защитного цвета Краска Или это Петра Как мы привыкли Это просто Серая краска Серо-зеленая краска Да Да Чтобы Как можно больше Слилось И вот Здесь еще Большая Уникальная фотография Это Каждый житель Блокадного Ленинграда Хотел внести Свою лепту В защиту города На службу в армии Брали слепых людей Потому что у них Обостренный слух И вот На фотографии Два человека сидят Один самый левый Спиной к нам И один лицом к нам У них надеты наушники У одного идут Трубы к горизонтальным Раструбам У второго к вертикальным Они прослушивали небо Рядом сидит наводчик Который всю Эту установку Поворачивал Четвертый человек сидит Это радист Который передавал Координаты Зенитчикам И зенитчики Получая Координаты С двух таких точек Могли довольно-таки Точно обстреливать небо Вслепую Вот Ну и рядом стоит комиссар Который контролирует Все работу Значит печка Когда ребята Красили шпиль Сил Совсем не было Они даже не могли Уходить домой На ночь И жили здесь В соборе Прямо вот здесь Внизу под лестницей Обогревались Вот этой вот печки Они завесили Брезентом завесили Проем Чтобы тепло Не выходило Дрова были Тоже в дефиците Часовая шахта Где висели гири Была обшита досками И они этими досками Топили буржуйку В стенах собора Ну что мои дорогие друзья Подписчики Мы продолжаем наш проект Мы сейчас находимся В Петропавловской крепости Смотрим на Сначала на одни уникальные часы Потом на вторые уникальные часы Первые часы Сделал Мой добрый Не бывает этого слова Друг Злой гений Господин Андрей Кудряков Собственно Ему и слово Здравствуйте Расскажи Андрей Часы были изготовлены В 2018 году Специально для выставки Которая у нас проводилась в музее Называлась Музей науки и техники И под Интерьеры Были сделаны Был сделан Действующий механизм Планировалось Что выставка Проработать Всего год-полтора Но Шестой год уже До сих пор идут А помещения сейчас Временно находятся на ремонте Поэтому их пока Поставили сюда На колокольни Часы-скелетоны Диаметр циферблата 2 метра А общая высота 4 метра Приводится в движение Гирькой Весом 160 килограмм Которая Как и весь механизм Подвешена На велосипедных цепях Использованы цепи От 20 велосипедов Ага А это я помню Эту историю Когда в городе Начали Массовое похищение Велосипедов Это наверное Какие-то Так совпало Да Так совпало То есть Здесь нету Классической Часовой передачи Зубчатой От колеса К трибу От триба К колесу Да Здесь все Все передачи Сделаны На основе Цепной Цепной Передачи Во всем механизме Откуда в твою Вземную голову Пришла такая идея Ну я всю жизнь Занимался Велосипедами А И поэтому Ну никак Не внедряя Велосипед Я не мог Сделать Часы Часы Это тот самый Человек Который Изобрел Велосипед 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 В часы А на сколько Хватает Запас хода Такой Запаса хода Вот этой вот Высоты В полтора метра Хватает На пять суток Через Пятеро суток Надо поднимать Гирьку С помощью Ручечки Что сейчас Сделаю А мне можно? Можно Если аккуратно Против часовой стрелки Бросать нельзя Бросать нельзя Плавно Крутим Плавно Отпускаем Всего 160 килограмм Поэтому не тяжело Да Такой хороший фитнес Просто вот Одной Правой Прямо Как в стародавние времена Нет Все Можно остановиться Да Можно остановиться Все Все И запустим Не Нелегко Это работает Это вам не кварца Она не йота Я немножко Подкручу Чтобы на неделю На пять дней Чтоб хватило Завода Вот так Расчеты Все Вот это Вот там 3D Моделирование Компьютеры У меня даже чертежей Никаких нет Просто Художниками Было дано Задание Ориентировочный Эскиз Что какие-то часы Дальше Сам нарисовал Сам посчитал Сам сделал Двумя руками Ну как всегда Болгаркой Да Как всегда Одной болгаркой Даже все Все большие шестерни Сделаны вручную Использовал только Маленькие шестереночки Велосипеды Велосипеды И велосипедные цепи А вес Линзы Ну Не больше Десяти килограмм Линзу чеканил Из листа Латунного Две скорлупки Потом они спаяны Ну там 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 сталь А Сталь Ну а как за расчеты Андрей Ну расчеты Ну как Ну все же считается Любой механизм Можно посчитать Единственное Здесь пришлось Сделать Секундную стрелку Который Каждое движение Это не одна секунда Потому что Маятник не секундный 44 колебания Маятника В минуту Но тем не менее Она показывает Каждую минуту Она показывает Точность хода У них Да Точность хода Мы сейчас проверим Как у твоих наручных А у как у твоих Атомных Сейчас проверим Вот у Михаила Петровича Тоже в телефоне Есть атомные часы У меня Ну пара секунд За Вперед За три дня Сейчас очень холодно Они вот Были большие морозы Они вообще замерзли Бедолаги Потому что Рассчитаны на помещение Теплое А что замерзло? Все Не только часы Но и я здесь замерз Когда я их отогревал Теном Теплом человеческого Тену Так и я Родное детище А там нет никакой смазки? Есть И все оси стоят на подшипниках На шарика подшипниках На шарика подшипниках? Все оси на шарика подшипниках Даже Волы которые заводят часы Они тоже на шарика подшипниках Здесь втулок скольжения Традиционных нет Конечно Каждый подшипник Это сколько шариков Смазки Плюс сами цепи Сколько здесь узлов Шарнирных Все завезло Ты говоришь Хорошо Так вот Это не до скота Гнездер такой Он выстроил без расчета И без инженерных Каких-либо Чертежей Купал Один из самых загадочных Купал Купал бронулетский И напарился У нас есть свой бронулет Свой бронулет Когда он его спрашивал Как это? Я просто каждому давала Готове Его Для его Для него Дело Кроме Кто не знал Что они делают Это очень сложность И никто ничего Не знал И очень многие боялись Заходить В помещении Потому что Думал Что он ухлит Потому что Там кроме чипяча Там он просто Каким-то образом Сопротивление Зрел Он так Сам по себе Это все сделал Что он стоит За щитком И пока он сам Не стал спать Практически Подык Никто не поверил А вес стрелок Андрей Стрелки Чеканены Из алюминия Ну и противовес На минутной стрелке Свинцовой Для балансировки Я не могу Сказать вес Ну так как Алюминия Где-то около Около полукило А общая длина А цепи 20 метров Цепи здесь Да 20 цепи А нет От 20 велосипедов Цепи Ну и длина цепи Длина цепи 1 метр 20 То есть 25 метров 25 метров А потому что Вся жизнь такая У всех Ну у большинства Я так думаю Да Каждый час Да Каждый час Меч разрубает сердце И собственно Так и не разрубил Ну да Дольше проще Целое Сейчас я вам Дам сравнить Звучание Русских колоколов И балансов А теперь Послушаем Голландцев Более простое Более примитивное Даже я бы сказал Звучание Нам наверное Все таки роднее Будет вот это Это наши колокола Это наши русская Ну что Лезем дальше Идем дальше У нас в соборе Коллекция Из 131 колокола Часть из них Русские А часть европейские Отличаются друг от друга Тем что Русские колокола После отливки Не настраивались У них богатое звучание Звучат аккордом Приятно уху Но ничего конкретного Играть нельзя Только ритмичные Церковные перезвоны То есть Как Бог дал Голос Колоколу Так он и звучит Всю жизнь А вот европейские Колокола На них Во-первых Использовался Более чистый метал Метеоловы И после отливки Колокол Настраивался На определенную ноту Изнутри Растачивался Доводил Звучание До нужной ноты И набирался Нотный ряд Из колоколов То есть На каждую нотку Свой колокольчик Здесь Вот вы Видите Как раз Современный Коррельон Вообще Ряд колоколов Настроенных На ноты Подсоединялись К ручной клавиатуре Для исполнения Любых мелодий Записанных на ноты И также Подсоединялись Часам-курантам Для исполнения Механических мелодий Все вместе Это называлось Коррельоном Вот здесь Вот перед вами Как раз Современный Коррельон Клавичный инструмент Для игры на колоколах В его составе 51 колокол Были подарены нам В 2001 году К 300-летию города Примерно 4 музыкальных Октавы Все колокола Подсоединены К клавиатуре Которая Находится В кабине Получилась Уникальная Конструкция Всей колокольни С тремя Уровнями Звона На высоте 27 метров Внизу Современный Коррельон Галанский Инструмент Здесь На высоте 42 метра Это называется Русская Звонница Только русские Колокола И на них По церковным Праздникам И во время Службы Работает Звонарий И через 20 метров Еще одна Звонница Где На носоте 62 метра На старых Голландских Колоколах Часы Исполняют Все мелодии Колоколам Уже больше 265 лет И ты Их Настраивал На эти Мелодии Колокола Не настраиваются Ну в смысле Настраивал Содеял С часами Да Только это тоже Не просто Двумя руками Конечно Осторожно Откликается А там часы Откликнулись Спокойно Звонит Колокол Не 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 так Вот так Смелее Это самый Большой Колокол Он весит Почти 5 тонн И вот здесь Уникальная Фотография Освещение Вот этого Огромного Пятитонного Колокола Перед подъемом После освещения 400 солдатиков В белых рубахах Можно посчитать С помощью веревок Подняли Этот колокольчик Сюда И вот С 905 года Он здесь Находится Конечно Его отсюда Не убрать А мы вот здесь На высоте 42 метра Я предлагаю Убежать Выше В помещение Часов Где-то Чуть Чуть Потеплее Так вот Ребята Вход Та сюда Бесплатный Мы Залезли На самую Башню Я Просто Немножко Волнуюсь Вот Они Те Самые Часы Которые Мы Сегодня Снимаем С Андреем И с Моей Замечательной Командой Будем Сейчас Разговаривать Про эти Часы И сейчас Буквально Через 20 секунд Будет У нас Бой Получасовой Будет Вращаться Вот эта Группа Колес Это Будет Интересно Занимательно А потом Мы поговорим О истории Часов О их Судьбе О их Жизни О том Как они Жили раньше Как они Были Устроены И как Они работают Сегодня Андрей В этом Нам Поможет Хранить И всего Этого Чита Вот Сейчас Происходит Буквально Несрочно Как Звонят Колоколам Они Отдеваются Два Раза Это Бой Получасовой Часы Играют Через Каждые 15 минут Четвертя Каждый Полный Час Количество Часов Но об этом Нам Расскажет Андрей Андрей Ваш выход На сцену На сцену Мы поднялись По высоте 47 метров И попали В помещение Механизма 600 Площадь Механизма 9 квадратных Метров Фантастично У некоторых Компьют меньше Это по Самому механизму Аккубатуре Аккубатуре Но умножим На 3 9 на 3 27 Кубических Да Значит Некоторые детали Часов Сохранились С 1760 Это после пожара 756 Года По заказу Лизаветы Петровны Часовой Мастер Орта Красс Привез Из Голландии Эти часы Не эти А предыдущие После их установки За 80 лет работы Они очень сильно Износились И требовался Срочный ремонт Либо переделка Ремонт поручили Московской фирме Братьев Бутынов О чем Грасит надпись У Братьев Бутынов В Москве Была фирма По изготовлению Сельскохозяйственной техники А попутно Занимались Ремонтом часа Выигрывали тендер Просили меньше денег И получали заказы В 1000 В 1852 году Они сделали Кремлевский курант А спустя 6 лет Еще и наши И получается В 100 часы До Спасской башни И эти часы Родные братья Блиннецы практически Ну не близнецы Но родные братья Они взяли за основу Некоторые детали От предыдущего механизма Это медные барабаны Которые раньше Наматывали спиньковые веревки С гирями Четыре барабана Они взяли И два музыкальных барабана Четвертного перезвода Вот этот малый И большой музыкальный барабан Для контроля за большими стрелками И на циферблатах На больших еще Добавляют Минусную стрелку До этого Ее вообще не было И время определялось Либо по положению Часовой стрелки Кто видел Либо по четвертному перезвону Кто слышал Каждый Каждые 15 минут Звучит короткая церковная мелодия Первая четверть Одна мелодия Полчаса Две мелодии Три И в целый час Четыре коротких Церковных мелодии После четырех четвертей В целый час Следующий механизм Отбивает Целое количество часов На большом колоколе Колокол весит 3200 килограмм А потом запускается Большой музыкальный барабан Который исполняет мелодии Братья Бутылок Настроили механизм На две мелодии На каждый час Коль славил Наш Господь В Сионе Бортянского А на каждые шесть часов Еще вторую мелодию Борж царя храни Старый Российский гимн Любовый Первый это был Российский То есть первый был Гимн масонов Коль славил Наш Господь А второй гимн Российской империи Два гимна Интересный случай был Была группа Из Англии Мы пришли Здесь были с ними В часах В часах были с ними Потом выходим На соборную площадь И часы в этот момент Начинает играть Коль славен Наш Господь Сионе А мелодия Очень похожа На английскую мелодию Славься королева Они говорят Это же наша мелодия Я говорю Да вот К вашему приезду Специально Социальный настрой Значит Что уникально На барабане Четвертого перезвона Как 265 лет назад Набрали мелодию Четвертого перезвона Так она исполняется До сих пор Без изменений То есть для того Чтобы поменять мелодию Надо пересверливать Этот барабан Когда будет целая четвертая Опять Барабан начнет вращаться Кулачками начнет Толкать клавишу Снизу От клавиши Идет привод На молоточек колокола Клавиша соскочила Молоточек ударил По колоколу Все очень просто И за все эти годы Не сточились Сточились Да Здесь периодически Можно делать Меняются Да Меняются И стирается Конечно А вообще Вот износ Ты же уже следишь За механизмом 25 лет 25 лет Стирается что-то? Да Так вот Кардинально Кардинально нет Но стирается Анкерное колесо Я под него Сделал баночку С маслом И оно сейчас Постоянно купается В масле Но тем не менее Все равно Масло приходится Часто менять Все равно стирается Самая большая Болезнь Самая страшная Болезнь часов Это Абразив Вот Любое Будет абразив Вот мои друзья Вот Вот То же самое Я вам всем говорю Часам нужен Репассаж Через каждые 3-4 года Все это можно делать У меня в сапузе Как вы знаете Масло С пылью Превращается В абразив И начинается Притирочная паста Начинается Все стираться Даже Даже Такие Огромные Часы Сколько мы посчитали 27 квадратных Кубических метров Они тоже стираются Что говорить Про Маленькие Часы Там идет То же самое Процесс Но механизм Более нежный И он Он тоже стирается Точно так же Поэтому Большим часам Маленьким часам Любым Часам нужна Профилактика И смазка Правильно Ничего Ни в больших Ни в маленьких Все то же самое Те же самые Процессы Вообще Одинаковые Ни в больших Ни в маленьких Вот штаб Ни в большом Музыкальном Парабазе По его периметру 120 рядов Нот в льду Это вот эти Горизонтальные И в каждом ряду Еще по 100 отверстий То есть всего 12 тысяч Отверстий Дырочек В середине 18 века Изготовить Такой барабан Бронзовый Диаметром 2 метра И весом 1200 килограмм Проковырять Вот 12 тысяч Отверстий Ведь никаких Свернений Станков Тебы в это время И квадратных Сверх не могло Ковыряли Кововоротные А потом Прошивка Еще сделать Отверстия Квадратными Фантастик И они все Более-менее Одинаковые Да Барабан Очень точный Даже вот Спустя 260 лет При вращении В него биение Меньше миллиметра Он ведет К какому-то Экзертату Меньше И шаги Привели сюда В 1998 году В день Захоронения Николая Второго В соборе Погиб Приведущий Часовщик Прагически Вот И мне предложили Эту толсту Часовщик И не живешь Ни одного Мало того Теперь Это часть жизни Большая часть жизни Большая часть жизни Да И Часы меняют Человеку И тебя Поменяют Не в лучшую сторону Или сиеном не едут Со стороны видней Со стороны видней Не Ну вот Я сколько тебя знаю Не 25 лет Поменьше Но мне кажется Ты меняешься В какую-то лучшую сторону Но ты как был Добряк Так и остался Вот спокойный Как ты Как те часы Вот часы ходят Время идет Вот Андрюша За ними следит И от него Исходит Какое-то Я не знаю Умнотворение Или что Как это назвать Первое Первое Что нужно На часовщиках Спокойствие И расчет Только спокойствие И расчет И расчет Да Смотрите На минутную трех На ней видна Каждая секунда Видно Как к нему Малину Убегает Время Все уходит В историю Да Это уже Просто Каждое Крайнее положение Маятника Это секундный Маятник Каждое Крайнее положение Это одна Секунда Когда сюда Прибегаешь С пульсом 120 Садишься Напротив На скамеечку Медитируешь Минуту И через минуту Будет такой же пульс Один удар Один удар В секунду Очень здорово Успокаивает Да И вот я смотрю Как смазывается Ходовое колесо Да Анкерное колесо Оно постоянно Купается в масле И масло Меняется Один раз в месяц Полностью А как А просто Снимаю ванночку Полностью На всех трех часах Которые я обслуживаю Большие вот такие На всех трех часах Я сделал такие ванночки Такие ванночки Ну вот я на курантах Видел Там тоже такая же Стоит Там колесо побольше И палетки там Рубиновые Ага И там такая же Стоит на ходовом колесе Потому что сухая работа Она все таки А средние хорошие Такие ванночки Вторые Это на Думской башне На Невском проспекте А третье Афон Греция А, Афон Греция Вот Начинается Часовой бой Сейчас Соответственно Будет играть Большой барабан Да И будет играть Сейчас Четыре четверти Потом с первым ударом Большого колокола Точное время будет То есть Сейчас Часы рассказывают О том Что прошло Четыре четверти Четыре четверти Да Вот Сейчас Они рассказывают Про количество Часов Целый час А Да Точное время было Первым ударом И запустился Большой музыкальный барабан Который сейчас Исполнит мелодию Коль славе Наш Господь В Сионе Но мы ее не услышим Потому что Колокола на 15 метров выше И нас разделяют Еще три перекрытия В течение Четырех минут Барабан сделает Один оборот Пройдет 120 тактов Раньше К этой клавиатуре Было подсоединено 36 колоколов Поэтому она такая большая Сейчас только Все 18 колоколов Которые необходимы Для исполнения Двух конкретных мелодий Большой клавиатуре Вот наверху 18 и есть Их 18 и есть А предыдущие Они были подключены К русской волосе Когда играли гимны Советского Когда гимн Советского Союза Набирали мелодию Они сделали набор На русский солотолаз Возможно По идеологическим Соображениям Не на галактике? Да И вот тогда На русских солотолах Появились наружные молотки Поднимались вручную С помощью вот этой ручки Ручка надевалась Вот на шкив И вот таким вот образом Можно было поднимать Можно попробовать Всего 120 килограмм Братик, ты не хочешь попробовать? Так, бросать нельзя Через каждые полоборота Будут два щелчка И тогда можно остановиться И плавно отпустить Так Все нормально Так Кашу сегодня утром Не ел Достаточно Достаточно, спасибо Один оборот ручки Поднимает гирьку На 10 сантиметров Надо было поднимать Сейчас на 5 сантиметров Надо было поднимать На 30 метров На 30 метров Считаем Нет Не 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 300 оборотов ручки Одна гиря 300 оборотов Вторая гиря 300 Третья И 800 оборотов Большой штурвал Который поднимает гирю В полтонны Ты должен работать Наверное Качки Это прототип фитнеса Сначала подняться на эту высоту Потом еще Покрутить Каждые Простите Три дня Каждый день 300 метров 300 метров 30 метров Каждый день Каждый день Это каждые 2 часа Сейчас Вот так вот Друзья мои Каждый день Подняться на высоту По сотне метров И завести 300 300 300 900 800 800 1700 Оборотов Оборотов Ручки Причем не просто Ручку покрутить Да Это не просто Поверьте Это не просто Это не просто Это вот А у Михаила Петрович Дрелью заводит Обленился А сейчас Эту тяжелую работу Выполняет Электричество Как только гиря Отпустилась В современной шахте Ниже определенного уровня Включился электромотор Ее приподнимает Андрей А скажи пожалуйста Как часто Ты поднимаешься Сюда И для чего Ты сюда поднимаешься Ну во первых Обслуживание механизма А что значит Обслуживание механизма Вот ко мне приходят клиенты Один раз в три года Я механизм обслуживание На ручных часах Для того чтобы их обслужить Их надо разобрать Правильно Согласен Иначе ничего не сделаешь Эти часы Разбирать невозможно То есть я должен Всю профилактику проводить Без остановки механизма Скажем вот Механизм четвертого перезвона Имеет промежутки в 15 минут После того как проиграет мелодия У меня есть 15 минут Чтобы работать с этим механизмом А что то есть Вот он 200 лет ходит Что ему делать Постоянно нужно вытирать пыль Надо убирать старую смазку По регламенту Менять смазку На новую Ну и тогда Ничего не будет изнашиваться То есть ты Я не знаю Кисточкой Бензинчиком Чем-то Тряпочки Да Постоянно Как только сюда приходишь По возможности Сразу хватаешь тряпочку И бегаешь с тряпочкой На механизме По механизму бегаешь Внутри Он залезает туда Поверьте Я это видел Залезает туда Каждой детальки Протирает И дает на каждую Ось На каждую ось Дает масло А это вот тяжелый гирь Сейчас будет целый час Гирька отпустится И я покручу тогда этот штурвал Это вот полтонны Поднимать гирьку Этим штурвалом У тебя будет такая возможность Попробуй Через 15 минут Это можно будет попробовать Значит Я так не закончил Про барабан Значит По периметру барабана 120 рядов Нотных гирь То есть Играется 120 тактов За один оборот Это происходит Каждый час На шестой час После исполнения Первой мелодии После 120 тактов Следящее устройство Смещает всю клавиатуру Немножко в сторону На маленькое расстояние На каждую клавишу Два ряда отверстий На барабане То есть на другой ряд отверстий Смещается клавиатура Барабан делает автоматически Второй оборот И исполняется вторая мелодия Записанная здесь же В горстере охранения И после этого клавиатура Возвращается в исходное положение Получается, что это такой Механический компьютер Впереди 18 века Фантастика Да, вот то, что происходит Во всех музыкальных шкатулках Старинных Да Именно вот Роликовых Или там барабанных Ролик смещается И бывает на одном барабане Записано 5 5 и 6 мелодий Я делал одну музыкальную скатулку Там было 10 мелодий 10 мелодий 10 мелодий Причем На эти 10 мелодий Было Сейчас Что-то Около 20 нот Было Так 20 нот 20 умножаем На 10 На 10 Это значит 200 200 рядов должно быть А у шармонки тоже механизм? Да У шармонки Точно такой же механизм Только чуть поменьше Только он приводится Вручную И там меняются Ролики То есть на старинных Музыкальных шкатулках На тех же Вот на Штрассеров Там просто вынимается Барабан целиком Можно поменять И вставляется барабан Уже с другой мелодией Он рассчитан Под эти Под эти колки От других Как пластинка Как пластинка Да, это был прототип Собственно прототип Пластинки И был Все вот эти вот Музыкальные шкатулки Шармонки Ничего нового Не 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 придумали Мне кстати Вчера принесли часы С Музыкальной Улис Нордан С музыкальной шкатулкой Но там Значит Большие Не, наручные Да, наручные Нарручные часы Внутри Виден На циферблате Виден Маленький диск И стоят Диском проигрываются Современный Улис Здорово И стоят Штифты Штифты на барабане И Эти самые Ноты Ноты Вот Пошел Астоподзавод Электрический Астоподзавод Астоподзавод Он же автоматический Да Вот автоматический Астоподзавод Курантов Катерапалов Сейчас установим Раньше Раньше Вот на этот барабан Было намотано 30 метров веревки Веревка цеплялась За крючок Было намотано 30 метров И гиря Приводила в движение Весь механизм А сейчас Через барабан Перекинута цепь Сделана Причем Интересная Система Замкнутой цепи Когда одновременно Может и работать И в то же время И заводиться Да И заводиться А какой вес В этой гири Полтонны Полтонны И вот мы сейчас Немножко покрутим Чтоб почувствовать Каково это было раньше Полтонны Поднимать Каждый день На 30 метров Сейчас проиграла Всего одна мелодия А раньше За сутки Проходило 28 мелодий Каждый час Нет За сутки 28 мелодий 24 мелодии Коль Славин И 4 мелодии Боже Царя Храним И вот таким вот образом Поднимали Но сейчас Проиграла только одна А крутить здесь Еще и крутить И крутить Леночка Не хотите Здесь легче Чем та ручка Здесь легче Но бросать все равно нельзя На себе Чем еще Оно каждый Шел на оборот Нет Ну это конечно легче Оно даже Одного Ну и здесь Больше оборотов Намного Нужно сделать Здесь 800 Ну да Это можно так Немножечко А когда час Покрусишь Да Ну это Приобщилась Есть Есть Взять Спасибо Да Вот Леночка Твои Впечатления Твои Ощущения Так как я Часовому Существу Не принадлежу Для меня Для меня Это просто Эстетическое Зрелище Это раз А во вторых Мне кажется В этом есть Какая-то Глубинная Философия Потому что Здесь действительно Иначе Оно вообще Здесь ощущается По-другому Андрей Александрович Как раз Об этом Говорил Что здесь Просто физически Ты чувствуешь Как оно утекает Ты видишь Когда Каждые 15 минут Даже если Ты не видишь Ты слышишь Тебе часы Напоминают Что прошло Еще 15 минут Еще 15 минут Видишь Как вот эта вот Стрелка Летит Просто Да Это Воочию Ты понимаешь Как уходит Время Настоящего Практически Не существует Вот Будущее Которое Моментально Перетекает В прошлое Удивительно Конечно Не здорово Спасибо вам Огромное Пожалуйста Спасибо Интересная история Господа Если есть У кого-то Вопросы Задавайте Мы на них Ответим А с ним Я не смогу Ответить Андрей Я Переадресую Эти вопросы Андрея Он Естественно На них С удовольствием Ответит Меру Своей Образовывающей Опыта И в целом Ребята Как вам Как вам проект Как вам Вот эта вот идея Интересно ли это вам Потому что Ну любой Скажем так Обычный человек Он смотрит на часы Вот Что-то там Прогненело Вот А мои часы Отстают А мои часы Сушат Все вы видите Часы башенные Только Со стороны Циферблата И мало Кому Выпадает Я считаю Такое Удовольствие Такое Счастье Посмотреть Как это все Работает И поговорить С теми людьми Кто это Отслуживает Как это все Происходит Зачем это надо Почему это надо Интересно ли это вам Расскажите Чтобы мне Либо продолжать Проект Либо нет И если У кого-то Есть в городе Часы Подобного Размера Подобного масштаба Городские часы Приглашайте меня В гости Мы со своей командой Приедем И С посмотрителем Если это возможно Заберемся На эту басню И расскажем Про часы Вашего города И Наслаждайтесь Нашими Питерскими часами Это не все У меня в планах Еще есть Несколько башен Посетю Сейчас пока Идут согласования Это же тоже Ну не просто Сюда Экскурсии сюда Не водятся Сюда нет Сюда экскурсии Не водятся И на любые Башенные часы Выборги На выборгские Башенные часы Экскурсии водятся Но там мы будем Снимать летом Потому что Экскурсии водятся С мая По октябрь Все это время года Вот кажется так Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok